добрый вечер сегодня мы поговорим о швабе а ее устройстве вот ну и еще что она себя представляет с одной стороны с другой стороны мы поговорим вообще о землянах постараемся сделать резюме связанная как раз сегодняшней политической ситуации как ее решить одни из вариантов швабе как мы уже с вами говорили имеет сейчас 4 миллиарда человек но не конечно не только на земле они на марсе присутствуют и на луне вот мы естественно не у нас оккупировали фактически всю америку южную соединенные штаты тоже оккупированы ими вот практически вся европа тоже под швабей мы советский союз в том числе и они в общем то сейчас уже практически везде власть в их руках и поэтому они уже затеяли вот эту пандемию держатся в имени раньше все таки это делала римская империя вот но а теперь швабе она уже себя представляет полностью как самостоятельный объект и это хуже для нас потому что швабе связывают с человечеством то есть получается что швабе то есть само человечество само себя уничтожает масса уничтожение человечества но если до этого этим занимались но все вот эти пандемии когда создавали занимались римляне ну правильно все роме роме что у них от рома или рамы начала от изегласов они ведут свое начало греки сенанков песенанков а песенанков уже сейчас но не то состав римской переходит но правда тоже как сателлитное подразделение вот ну и вот создали они эту швабе для того чтобы теперь от ее руками делать все те маразмы которые происходят у нас на земле и они как раз связаны с тем что создают очередную пандемию ну как вот испанку создали тысяча девятьс семнадцать восемнадцать годах который спровоцировала революцию значит инфлюенцию создали в 1905 году когда она спровоцировала тоже революцию в 1870 холеру сделали она спровоцировала но тоже по третье революцию якобы французская но это все в российской империи происходило потом 1848 году после потопа был сыпной тиф спровоцировавший вторую французскую римскую в российской империи революция над все одно и то же название разное но это было одно государство и франции и рим и российская империя название одного и того же государства ну и наконец 1789 год первая французская революция которая была спровоцирована оспой и оспа собственно говоря джиннер который очень-то ну и из скорее вообще не было ну было изобретена сказка про оспу которая вот выкашивает людей вот ну и вот он так якобы там придумал на вакцину на коровах хотя как уже было сказано выше никаких животных нет в которой бы оспа развивалась она и сугубо человеческое заболевание и в коровах она не может развиваться время другие заболевания иногда называют оспой но они не те возбудители они не относятся к человеческой оспе это вот иллюзия которая была создана вы пошли отсюда вот пастор потом выступил что все болезни от микробов но тоже маразм то что все болезни действительность от волновой передачи болезней волнами можно вызвать любую болезнь ну а потом свалить на каких-то микробов бактерий еще кого-то обычно мы с ними симбиоты то есть они для нас симбиоты они нас что-то там лишним поедают что у нас остается ну и в принципе что-то выделяет иногда даже полезные вещества которые слагают нас организм частности группа витаминов б витамин к но и другие вещества когда то геном относящиеся там и на прочее а вот эти все болезни был уже давно установлен причем английскими исследователями было установлено что все болезни идут из космоса облучение из космоса все гриппы которые возникали они возникают сразу нескольких местах потому что у них видимо не хватает покрыть всю территорию сразу вот и поэтому облучение приводит к этим гриппом придумали вирусы естественно вот которых в природе не существует сейчас вот говорят что вирусы это принципе остатки клеток человеческих которые в общем-то погибли но они вот на вирусы придумали свалить все вот хотя в детстве веке была своя гипотеза теория что именно грибки вызывают болезни и поэтому назвали гриппом якобы там вот споры этих грибов но это не имеет значение что мы точно знаю что вот те маски которые запустил тысячи спутников якобы для улучшения интернета они вызывают у нас эту пандемию то есть у нас помимо того что есть 5g вышки на сейчас есть спутники у нас есть таким трейлы которые травят нас всевозможными отравляющими веществами боевыми отравляющими веществами в частности фазген тот же самый который как показывает наблюдение отшибает память о прошлом вот и там еще ряд веществ обнаружено нашими лабораториями и уже много врачей сказал что воспаление легких это химическое воспаление воспаление отравляющими именно веществами это никакая не инфекция это именно воспаление ожоги там которые получаются тоже от этих вот химических веществ много наших исследователей выдала рекомендации как бороться с этими пандемиями с этой пандемии но там видите она ведь не одна что разные способы вызывания и спутники и облучение и отправляющие вещества и 5g эти вышки то есть все против нас человечество в общем-то хотят погубить мы пытались обратиться им межгалактические советы и галактики но ответ такой что люди сами виноваты потому что швабия это производство и продукт нашей земли но почему-то никто не учитывая что идеология которая у них царствует фашистская идеология это продукт космического навязывания человечеству этой идеологии а раз это космическая идеология их нельзя относить к человечеству потому что они мыслят как инопланетяне те которые нас эксплуатируют из римской империи но мы говорили что швабия в 1945 году создала новую международную организацию он оккупировала теперь уже с помощью магических средств и соединенные штаты америки и европу практически все вот ну и начала оккупировать советский союз советский союз было сложно оккупировать потому что у нас все таки было хорошо развита система доносов спецслужбы отлично работали мы тем не менее они начали свою подрывную деятельность сорок пятого года когда была создана оон в противоположной снеге нации лигу нации распустили но это они сделали спокойно потому что они получили технологии отделе православных людей они занимать не только на земле также присутствует на марсе марс они из тысячи пятьдесят шестого года в принципе но они не схватили полностью но они грохнули биосферу марса потому что тысяч пятьдесят шестом году японские астрономы наблюдали голубые вспышки на марсе была война была ответка ответка за тартарию в какой-то степени потому что именно в тысяча восемьсот двадцатый где-то год состоялась а как раз война марс и земли когда была уничтожена великая тартария великая тартария ну и там еще там один из тартарий было которые выделились от основной великой тартарии вот но их все вместе в общем-то положили хазара хазары которые не могли простить свое поражение от это слава хороброго и вот начиная с 1906 года хотя они заявляют что они нас 1945 года захватили надо и так захватили они под как раз когда началась бомбежка дальневосточных городов и городов сибири на аляске они разбомбили все города аляска входил состав ссср в то время она даже не как республика на вопрос то советской территории но ее значит вот они смогли захватить и хрущев 57 там или 58 году когда он подписал договор о капитуляции фактически он передал аляску они требовали чтобы он передал там и города дальнего востока и сибири на что он отказался что если по них могли захватить они же это не сделали поэтому он не подписал это условие но подписал обязательство построить 500 предприятий бесплатно в китае то есть уже что с того времени они стали готовить китай именно шуаби готовила вот но она манипулировала нашими странами на у нас на земле как хотела в принципе она выполняла волю рептилий рептилий это псинаги или печенеги как карамзин пишет и они в общем-то подчинялись печенегам вот но сейчас они выросли они выросли и очень сильно выросли сначала они получили от унгер нам все вот эти чудесные технологии но предали его потому что они совместно именно с ним должны были ударить по советским войскам под сталинградом вот он вам подвел свои войска с сибири вот и фашисты подошли но гитлер договорился со сталиным они вместе ударили под он верну тогда он погиб и в 1920 году как нам вешают лапшу на уши и минуты 1943 году когда собственно говоря произошел разгром немецких войск и немцами как раз называли казаков молчальников немцы а сейчас стали называть фашистов но после того как насчет они он верно разгромили они продолжили между собой войну но это фактически был в какой-то степени фарс но для нас для наших русских людей это была настоящая война это не игра была не ложили жизни за это и мы победили фашистов они не смогли с нами справиться несмотря на все свои секретные технологии до подлые такой войне в космической как она сейчас представлена нам мы конечно не сильны но на поле боя тем не менее наши войска оказались на высоте и мы их могли разбить вот представьте сейчас их 4 миллиарда нам говорят что у нас 7 миллиардов но это свист естественно художественный даже судя по россии но россия конечно это особая территория уничтожаемая потому что здесь у нас уже никакие там не 200 миллионов не 300 вот нас там если 70 наберется это хорошо но и это цифры тоже маловероятно это данные загса вот потому что у нас очень много брошенных городов причем непонятно то есть там вот давно когда смотришь по этому google карта да там брошенные коляски машины автомобили вот пустые дома то есть народ или похищают и те же самые швабцы у них же рабовладельческий этот строй то есть их обслуживают наши люди земляне которых они держат в качестве рабов но сами они в общем то на достаточно высоком уровне по сравнению с нами они же применяют против нас вот эти вакцинации всевозможные сейчас вот этой их не затея но это вообще-то рептилии затея затея римской империи теоретически делать эти вакцинации потому что это все заведомо специально сделано для того чтобы собирать с нас гавах ну то есть люди мучаются по жизни и чем больше они мучаются чем больше гаваха получает и накапливают его забирают с умерших душ ну то есть их вываривают и вот этот гавах получает на сегодняшний день на земле существует семь тысяч сто одиннадцать языков за последние только каких-то 50 лет у нас еще на тысячу увеличилось корицы языков это все новые и новые цивилизации подключаются к употреблению гаваха потому что земля это свободная зона как сейчас говорят по эксплуатации не только рептилии но они подключили здесь множество цивилизаций которые собираются нас тоже гавах для них выделены специальные территории то что на территории россии там даже много языков это все специально создаются такие языки как вот например сейчас один восточный создался сибирский язык создались новые но правда народ не принял их пока еще но еще не вечер то есть они своего не упустят и вот те территории где появляется новый язык фактически это территории новой цивилизации которая тоже желает получать гавах бесплатно но это цивилизации низкого уровня которые в общем-то на уровне паразитизма находится и их прикили специально пустили чтобы у них не отобрали землю а они считают себя владельцами землей рептилии такие которые из ореона это в основном все черное население и которые в общем-то созвездие большого пса сириусяне а это те которые песенаги и вот их не производные на сегодняшний день это часть населения англии и часть населения китая там они в общем-то своих метисов смешанных с песенглавцами развели до невероятных размеров и в принципе они продолжают эксплуатировать землю но чтоб их вот не выкинули отсюда не значит тут разрешили всем собирать этот гавах ну сами они тоже собирают вот эти все революции которые они делают специально это для того чтобы собрать большой урожай гаваха а гавах он идет на то чтобы эти люди но люди здесь я конечно беру большие кавычки в них людского ничего нету они должны обрести бессмертие и молодость благодаря этому гаваху тем более гавах он обязательно должен быть отрицательным по эмоциям они собирают его на стадионах когда там какие-то матчи происходят и выплескивается много вот этой энергии одни отрицательно другие положительную ну кому что нужно и вот тоже происходит сбор нас все время используют как дойных коров вот и то что я говорю они получили достаточно большой потенциал развития по сравнению с нами это было как раз связано с тем что у них нет прививок в отличие от нас естественно и у них вот этот цикл развития он в общем-то осуществляется в полной мере у нас в общем-то половая зрелость еще недавно наступала только 72 года а сейчас у нас половая зрелость смещена до уровня 12 лет это среди белого населения а для уровня 7 6 лет это южное население то есть детишек уже начинают развивать до состояния возможности размножаться на животные тоже все очень быстро начинают размножаться но это критерий в общем-то инволюции когда начинается наступает ранняя сексуальность то что очень-то германия она же была прусть и вернее она же была в составе в свое время российской империи и она выделилась фактически только вот в 1905 году прусть и не прусть она порусь по русу то есть они тоже были русу крещены и они собственно грей пытались там остаться но их вывели из этой идеологии и начали вот проповедование фашистской идеологии она не вдруг возникла это не гитлер это гитлера еще началось обработка населением что они избранные что они самые лучшие и так далее началось еще вот и первая мировая война когда они пошли на россию ну тогда еще было много в общем-то про русские настроенных людей и они в общем-то смогли создать революцию германии тогда вот это вот всемирная революция потом которые назвали октябрьской вот привела тому что в общем-то германию снова включили состав ссср но никак про сию а уже как веймарскую эльзасскую баварской республики и гитлер и все военные начальники они все учились в советских институтах и академиях военных для того чтобы получить это военнообразование и когда начались вот эти тенденции откалывания от россии вот тогда вот сталин договорился с гитлером а гитлер в тридцать третьем году пришел к власти он был канцлером а до гитлера в общем-то канцлером считался сталин и в они сейчас по истории что видели это там у них свой канцлер но видели если но сейчас уж конечно вычистили этот интернет или если посмотреть его фотографиям этот товарищ сталин вот то есть германия входила состав российской империи потом еще состав ссср и когда они начали даже войну все германцы они говорили на русском языке молодежь конечно не щас стали водить эту собачьего ты так называемая которая есть немецкому германский язык вот но старое пожилое население не оставались верными традиции на русском языке на языке землян фактически потому что и русский и санскрит и зэнд язык на весты они все является одним языком и они фактически разделяются чисто искусственно то что большинство всех слов которые там по разуму начинают звучать на все но близко вот и для нерусский язык ну это тоже в санскрит фашизм это вот мы сейчас называем фашизм дан вообще-то был для националисты не был социал национализм тоже не тоже были за социализм и у них тоже был дедушка ленин тут дедушка ленин он был до 1913 года вернее он был марксом до 1913 года а потом его сделали расправили потому что и ленин и марс одно лицо и по стилю написание изложения у марса ведь если вы посмотрите не всем тому все а у дедушка ленин 55 тому маркс тоже прожил достойную жизнь в реальности карл масс родился в 1818 году а вот в 1913 году его сделали ленин и почему потому что была война с германией первое и против германцев особенно только после применения от этого химического оружия химических газов до их ненавидели а дедушка ленин немец германец ну трусак не фамилия бланк но сделали ульяновым сделали ленина но ленин это было не псевдоним все время фактически но у него иванов еще был псевдоним вот внешний вид если вы в карман маркс уберете шевелюру это девушка ленин даже на памятниках если посмотреть убрать у него шевелю дедушка ленин а шевелю у него вот с 1900 с 1848 году но это уже революция да был субтитив и вот это уже было был потоп как раз средний середине 19 века который занес значит эти все города создала цокольные этажи ну один цокольный этаж у некоторых когда было много потопов вот старые здания которые пережили армагеддон от политехнический музей москве там три тоже вниз я сам посчитал когда его там откопали но и там заливали бетоном насколько я понял чтобы народ не лазил не знал что у нас было столько много потопов что засыпало так его сильно вот и вот поэтому разницы не было между фашизмом и социал-демократами на социал-демократия была потом коммунистами назвали никто социалист никто же был против этой ренты против судного капитала все то же самое но не могли предположить что гитлер нападет на советский союз ведь у них 100 стали нам договоренность было что он дает карблан вооружает его и он будет возвращать отбившиеся страны обратно советский союз отбивались и там ну уходили это же экзанская республика ушла и там кольская республика вот дальневосточная там была республика пыталась отойти пришлось ее расформировать крымская республика тоже пыталась там уйти тоже пришлось расформировать репрессии то начались и на из того что у нас вот и были вот эти тенденции выхода из состава ссср поэтому общем-то девушку ленина сделали лениным ульяновым ну и вроде как русский стал и вообще вот все дети которые там были у дженни ну так жена маркса вот это дети ленина это что у нас есть могилы до сих пор остались где похоронены дети ленина той же линии например не до сих пор 0 бежит не знаю как частного раньше туда когда можно было ездить там говорили что здесь похоронен сын ленина туда в общем-то нежелательно ходить могилы охраняли чтоб их еще и не попортили вот поэтому вот эта сказка что девушки ленина не было детей но пришлось ее сделать для того чтобы народ не знал что он имеет русские корни изобретение тех же концлагерей это все совместно было вот и души губок которые изобрели ну то есть когда возили народ в машине выхлопные газы входили прям в кунг где сидели заключенные люди ну и репрессии были вот именно против евреев а евреев уничтожали потому что они как раз были потомками жрецов и надо было жрецов естественно убрать поэтому вот эту бутафоры нам навязали виде мусульманство христианство католичество протестантизм мы сейчас 1000 конфессий только в одном христианстве а так вообще на сегодняшний 27000 этих конфессий вот у нас совместно с гитлером были как раз вот эти поселения по выведению сверхчеловека идея то кстати но на якобы ницши они сообщают это это максим гульки у него вот эти вот песни буревестника песни о соколе ну такого плана так говорил заратустра тоже вот они ницши это его один из псевдонимов у нас у писателей бывает много псевдонимов из-за того что там ну всевозможные препоны которые заставляли брать новые псевдонимы чтобы получить там побольше гонорара так вот значит получилось так что ницше его идея сверхчеловека она была притворена в жизнь вместе со сталином и вместе с гитлером они создавали поселение но поскольку европе уже тогда началась сексуальная революция то есть и и собственно я сама революция советском союзе она тоже стимулировала этот процесс потому что там говорилось о том что совершать вот половые связи можно было точно также как выпить стакан воды и поэтому в общем-то это идея революция была мировой как вы помните она распространилась на европу и поэтому у них там не было девочек действенниц имеется виду а у нас это все-таки сохранилось народ не поддался этой провокации и поэтому гитлер и сталин создавали вот эти вот поселение где оказалось что если юноша теряет свою невинность на действеннице то у них рождаются дети голубой крови и поэтому эти четыре миллиарда сейчас разведенных фашистующих элементов вот у некоторых голубая кровь не все конечно подвержены этой дурацкой идеологии потому что мы встречались я не буду говорить где и как потому что этих людей начинают сразу преследовать и уничтожать и даже думать не буду об этом потому что они это все контролируют вот они выяснили что вот эта голубая кровь способствует тому что дети действительно стен обладали знаниями и возможностями богов во первых они могли выходить через бог не рождаться обычные дети через родовые пути у женщин и поэтому у них способность телепортации с момента рождения дальше у них поскольку вот эти циклы эволюция все сохранены они развиваются по ряду яви который сейчас называют рядом фибоначчи то есть один год два года три года повторится цикл то есть сохранились на такие выражения печенка чувствую селезенка чувствую кишками чувства то есть фактически у каждого органа нас да у нас была своя интуиция и вот эти интуиции они как раз у этих швабцев развиты если мы будем с ними конечно бороться ну мы сразу проиграем это понятно все что делается на земле они все это знают знают и могут на нас воздействовать но небольшая защита но все-таки это защита то что вот то есть верно организацию космической коалиции приняли у нас 2015 году в эту космическую коалицию и фактически те люди которые успели вступить в опта они будут защищены естественно в какой-то степени они могут рассчитывать на эту защиту но а те которые сейчас не иступили которые тем более еще и появились вот но с ними естественно будут проблемы и вот противостоять им нужно я думаю чисто божественными путями потому что барон фон унгерн он я думаю не все дал германия его же при жизни будды прогласили то есть просветленным богом и он предвидел такой вариант наверняка и поэтому они отдали только чисто технические вещи которые позволяли вот как раз передвигаться там везде позволяли значит и становится там невидимым проходить везде телепортироваться вот эти вещи чисто технические им были отданы но вот сама божественная система православная которая тоже позволяет это все делать только лишь приняв божественные имена и уже появляются свойства богов но если человек начинает при этом славить богов что у него возникла связь с ними и все свойства божественные потекли на него благодать и тогда он действительности становится богом и может делать то же самое что швабцы делают с помощью технических средств то что у них омоложение это все есть и ну как и очевидцы и наши люди которые в общем-то как-то с ними контактируют об этом свидетельствуют да они и в 70 и 80 и в 90 лет выглядят также как в 30 лет они владели свойствами хронального поля это опять благодаря фон унгерну и они в общем-то накапливая это поле фрональное поле могут возвращать умерших людей опять в эту жизнь судя по последним событиям когда они специально запустили южное население в европу которую подготовили тоже березни фактически да но ведь смотрите ведь в человечество сейчас эксплуатируется множеством цивилизаций а если они уничтожат все человечество но христиан всех они точно не будут уничтожить полностью потому что христиане основной поставщик галаха не думаю что они согласятся сами швабцы чтобы их использовали на галах у нас лучшие конечно источники это сами служители культа которые берут на себя грехи отпускаем грехи других людей и беря их на себя они пропитываются этим галахом и надо же это все отрабатывать а у них времени на отработку чужих грехов нет свои да и бог бы отработать а у них этот нет понятно что они ценные так сказать материал для инопланетян которые используют народы нашей земли для этого галаха дело в том что в швабе у них религия бон муж гривишь такой бон это и человеческие жертвы это и оргии это инцест это причине крови людей но несмотря на то что они получают галах из мученика ну они заставляют жертвы своей мучиться и потом эту кровь они употребляют и поэтому у них в общем-то возникает эффект и омоложение и в какой-то степени продлевает реально продлевает жизнь но дело в том что вот их сейчас запустили на эту программу на ковид на все вот эти маразмы которые идут с этим к видам для того чтобы ими заменить человечество потому что в общем-то качественных галах в основном с христиан получается потому что они заточены на мучение а вот китайцы например да но у них считается 80 процентов это даосы конфуциане вот ну какие-то там еще местные верования вот но это все новоделы даже конфуцианство это тоже новодел потому что конфуция его до 50-х годов но за то века китай не знал по конфуция наши профессора и зонгу но из других вузов и ездили читали им лекции про конфуция про конфуция но это придумано естественно имя а вообще взят был ксенофонт своими афоризмами ксенофонт это ученик сократа считается общем ант хотя он считается греческий античный но раз античный значит ант ант это от византия идут когда была захвачена принципе европа антами она была захвачена фактически вся европа была захвачена египет был захвачен турция но территории тогда этих стран не было естественно и вот наши профессора обучали конфуция что касается даосизма но даст измута действительности древней религии она была манжуров да сизм мы собственно говоря китайцы после присоединения манжури в общем-то даст изм взяли на вооружение да сизм это ну к якобы бессмертие понятно что там сейчас а бессмертие ни о каком речи не может быть все те методики которые предлагаются они принципе не рабочие но не в какой-то степени рабочий для здоровья да но не для бессмертия в какой-то степени там вот это нетеринное дыхание удалось так хочет якобы это ведет бессмертию но насколько я знаю тех дозов занимающиеся этим интеллектным дыханием но что не заметил чтоб они были бессмертными и не старели вот и вот 80 процентов населения китая это даст до сизма конфуцианство там нет слов и намеков на страдания вот 15 процентов где-то буддизм но буддизм вообще он очень как раз избавляться от страданий то есть меняет отношение к ситуации ну такая философия если не можешь изменить ситуацию изменить соотношение к ней поэтому китайцы это плохой товар для гаваха еще хуже товар у индусов у них много верований но широко распространен тоже пути изм и среди прочих вот этих конфессий у них нет опять же этого страдания а если смотреть по переписи населения что у китая у них на 2012 год была одна целая четыре десятых миллиарда населения это причем учитывали везде которые и за границей и самому китая которые живут и вот получился 14 миллиарда в индии тоже на 2012 год там одна целая три десятых миллиарда населения то есть близко китаю это же как источник гаваха никуда не годный потому что люди там не страдают так как надо было бы страдать хотя вот есть христианство но христианство не в китае выйди побольше она распространена в китае него совсем мало вот ну они не делают погоды и христианство но не получилось широкого распространения не в индии не в китае получается что два с половиной вернее ну 2 7 миллиарда это бесполезный до галаха груз товар остается столько христиане но христиане считается что в европе около миллиарда человек живет но это конечно не так вот ну пускай даже миллиард но получается 3 и семь десятых миллиарда но европе она тоже не однородная там и католицизм и протестантизм и кальвинизм и англиканство ну то есть конфессий там много с одной стороны но с другой стороны очень много атеистических настроенных людей то есть тоже в общем-то для галаха бесполезно а а вот интересно сам состав шваби там я уже сказал религия бон религия бон она принципе страдательская религия потому что там в общем-то принуждают детишек с детства заниматься половой жизнью то есть в реальности на сегодняшний день шваби представляет для тех захватчиков а их сейчас 7000 как можно говорили 111 цивилизации которые используют галах на галах используют человечество понятно что использование на галах боновцев но более эффективно тем более там четыре миллиарда по другим оценкам четыре с половиной миллиарда им дают карт-бланш сделать вот эту пандемию вызвать революцию и начать массово вырезать население земли вырезать человечество понятно что не все в швабе довольны сегодняшним положением не случайно там произошел раскол свое время и от них делилась тоже большая группа население которая перебралась на церевь на церевь и она и сейчас там живут по всей видимости они как раз отказались от религий бон дело в том что мы говорили что у них в силу того что они открыли способы получения божественных сущностей то есть когда используются действенницы и непорочные юноши в которых рождаются боги ну или полубоги люди дети которые могут и имеют божественные возможности уже сразу при рождении ну понятно что рептилии им не позволят всем быть богами но как каста вернее как сословие насморщиков которые контролируют мысли которые контролируют не только мысли самого человечества но и мысли самого народа шваби таких вот они воспитывают у нас тоже в кгб ну и вообще спецорганах много работают людей которые имеют экстрасенсорные и другие способности способные и найти преступника и найти потерявшегося человека и найти потерянную какую-то вещь то есть такие вещи есть не только у шваби но нашей цивилизации это практикуется тоже в массе конечно шваби интересно для захватчиков потому что они с нее будут получать гавах вот эти 7111 цивилизации на сегодняшний день эксплуатирующих человечество с удовольствием начнут эксплуатировать шваби религия бун не предполагает бессмертия и это тоже такая же бутафория как и все остальные конфессии существующие у нас на земле которых я уже говорил насчитывается 27000 это в принципе все относится бутафории хотя бон дает омоложение ну это какой ценой к сожалению боновцев ну и вообще швабцев их воспитывают в человека ненавистничество а когда идет такое воспитание они ненавидят людей которые в принципе земляне и поэтому они привлекают для воплощения души инопланетных сущностей которые тоже ненавидели людей в частности рептилии которые всегда с нами были в контре и поэтому много естественно людей имеют души рептилии то есть это по определению является уже не людьми а инопланетянами хотя они и что рептилии тоже каннибализм присутствует ну и у боновцев тоже каннибализм присутствует вот то есть это примитивные организации но они на сегодняшний день находится на высоте у нас было такое предложение это конечно практически невозможно но тем не менее когда мы заявили вот о входе в космическую коалицию и говорили о том что могут подать заявление и параллельные даже цивилизации и такие нашлись к нам подал заявление так называемый лесной народ лесной народ он это маленькие люди которые в общем-то живут в подземелье но они передали человеку чтоб он связался со мной от этих вот представителей лесного народа и они связались и еще одна цивилизация исполинов она тоже подала заявление тоже через нашего представителя который в общем-то сообщил о том что они тоже хотят быть в ВОКе ВОК это всемирная организация космической коалиции которую в 2015 году как уже говорилось неоднократно приняли в космическую коалицию поэтому в общем-то есть возможность объединить объединить но я думаю что и нордики тоже бы подписались под это потому что они подписывались нам помогать на словах неважно если они хотят помочь нам но ради бога давайте объединяться и даже шваби 4 миллиарда людей неужели они все хотят стать пылью и пойти на переработку вылах понятно что у них рабологический строй что они эксплуатируют землян они выводят как рабочий скот они используют для всяких опытов и так далее ну то есть они много делают того чего не стоило делать но если сейчас речь идет о жизни вообще человечества не надо думать что все эти параллельные цивилизации существующие сегодня на земле точно так же как и существующие даже в том же космосе но имеющие человеческое происхождение останутся жить у нас ведь практически все планеты неважно там Липитер Сатурн они все обитаемы обитаемы и у них под носом творится с землей то что сейчас делается и они все спокойно на это смотрят а ведь как говорится дай палец ну ты руку откусит поэтому в общем-то опасность уничтожение их тоже существует если все и существующие цивилизации в том числе и шваби объединяться я думаю что вопрос о пребывании этих 7000 цивилизаций здесь будет закрыт они отсюда уберутся понятно понятно что шваби придется попуститься некоторыми своими устремлениями но тем не менее это стоит того чтобы потом все-таки жить на последнем галактическом совете у нас наш представитель там присутствовал и в общем-то видел что те все кроме дэнсиапина старые германские предварительные оказывается живые находятся там ну в частности гибельс например тот же китлер все они живы понятно что уже имея возраст за сто лет они мы больше ну вряд ли они могут поменять свои взгляды но те есть молодежь которая готова менять эти взгляды и я тоже думаю что они не заинтересованы в том чтобы шваби была уничтожена ну на может и сейчас ее не уничтожат но те же самые революции которые происходили в российской империи которые сейчас вот проектируется они же будут происходить потом и дальше в швабе даже когда они нас уничтожат это все будет продолжаться вот ну и постепенно берутся понятно до тех жителей подземельных этих цивилизаций которые частых там мы затрудняемся рассказать сколько потому что они еще про них себя тоже делятся потому что зараза деления она в общем-то заложен у нас на земле разными такими те детьми и ящиком пандоры который здесь у нас все время совершенствуется в вопросах развала и в общем-то процветает этот развал здесь но это как один из вариантов и в принципе он наиболее реальный если мы сделаем опять так же как и планировали то есть все страны они организуют коалиционное правительство земли то есть все страны которые у нас но это не он это именно уже земная структура никому не подчиненная подчиненная только землянам и те цивилизации которые тоже могут послать своих представителей или даже президентов королей ну кто он там сейчас вот в это правительство и уже от имени всех землян выступать на всех галактических там межгалактических мероприятиях которые в общем-то проходят идут независимо от того что у нас тут рабство или не рабство неразумные или разумные вот и уже тогда я думаю рептилии и прочее низшие цивилизации которые строят свое существование на уничтожение других вот никто не сунул в нос не смогут сон ну и это уже в общем то со стороны разумного разумного космоса порицается и пресекается но нам надо конечно доказать что человечество разумно это конечно сложно сделать когда существует целая структура как академия наук всевозможные там организации субсидируемые этими же самыми не только швабцами но и римской империей которые нам внушают разные глупости типа земли плоской или там что нет скорости больше скорости света ну много иллюзий которые сейчас придуманы они никто не мог критиковать и изменять потому что вот за критику теории носительности у нас можно было сразу попасть всего кушку и людей садили да или лишали вообще звание кафедр степеней ну и не только за критику тот же самое ощепков например который сделал вечные часы но они сами так сказать черпали энергии из ниоткуда вот ну таких изобретателей много а ему пришлось сидеть лагерях щепкова вот он изобретатель энтероскопии изобретатель радиолокации он тем не менее вздумал критиковать второе начало термодинамики ну и много таких людей я не думаю что в шуаве есть такая потребность чтобы их эксплуатировать чтоб они умирали именно того чтобы пойти на переработку ногах но то что у них нет бессмертия это однозначно вот эта тенденция по разделению нас казалось бы еще страшно подумаешь там 5000 профессий в сссере насчитывалось ну по миру 40000 а это деление по профессиям оно тоже должен быть человек должен быть универсален он должен делать все универсализация это вообще один из критериев прогресса вот помимо конечно универсализация там и еще ряд критериев прогресса существует но это один из важных универсализации индивидов потому что чем универсальней человек тем универсальней цивилизация когда человек может делать все может в любой момент стать кем угодно научить он должен все профессии все знания которые имеет цивилизация казалось бы это много но в действительности это не так уж и много тем более если когда мы говорим о принципах не об изобретениях изобретение миллиона могут быть а вот принципов их немного ну сотни там несколько сотен которые лежат в основе собственно говоря любой цивилизации имея именно развитых индивидов мы можем в принципе рассчитывать на быструю эволюцию человечества и на тенденцию к объединению потому что нас сейчас все время разъединяет количество конфессий количество стран количество языков растет что швабия будет процветать вот этого не произойдет по той простой причине потому что ненависть еще ничего не создала она могла только разрушать и поскольку швабия вся пронизана ненавистью то в общем-то недолго тоже проживет ее будет ждать та же самая судьба что и человечество поэтому для того чтобы сохранить свое присутствие на земле вот рептилии они в принципе раздали землю 7000 цивилизациям которые бывают у нас здесь гавах 7111 если точнее столько языков на сегодняшний день существует на земле это как раз цифра и создание этих языков необходимы именно для того чтобы разграничить употребление гаваха разными цивилизациями то есть каждая цивилизация используя язык но людей со своим языком вот ну и сейчас после уничтожения человечества если придет на смену нам швабия у которой четыре миллиарда а по другим источникам четыре с половиной и они станут тоже неплохим источником гаваха то что народ швабия является источником гаваха говорит факт строительства пустых городов по всей территории земли не только в Китае но и в России и США и Европе с такими же многоквартирными домами коробками где удобно по ночам собирать со спящего населения энзимы для здоровья захватчиков для инопланетян бы строили одноэтажные дома с участками как это было прежде на земле теперь энзимы и гавах будут собирать со швабцев которые по сути как и мы тоже являются рабами им запудрили мозги человек ненавистнической идеологии который является продуктом космического навязывания конечно лучший источник гаваха это христиане которая нацелена на страдания людей но в общем то религия бог которая исповедуется в швабе она тоже приводит к страданиям потому что человеческие жертвы хоть они считают что это там другая раса вот но она у них присутствует они ее поглощают то есть детишек замучивают специально чтобы потом пить их кровь и есть их мясо их тело вот и они насыщаются этим гавахом в конце концов и собственно говоря ведь разрушение оно ничего создать не может и то что они как бы становятся разрушителями уже по определению а разрушение это как раз и есть энергия гаваха страдания разрушения это все гаваха и они поэтому тоже хорошие кандидаты для сбора с них теперь уже гаваха понятно что римляне какое-то количество людей оставят именно христиан но индию не тронуть не могут они под антами индусы китай тоже тронуть не могут они потому что под рептилиями под римской империей а шваби она сейчас хоть и говорят или она считает что она самостоятельная но это в действительности ведь не так им дали выдвинуться им теперь передали эстафету уничтожение человечества создание вот этой вот революции сейчас пандемии которая должна спровоцировать эту революцию а если раньше это занимались римлянники то теперь это будет заниматься шваби но вернее она уже занялась этим и сейчас когда мы обращались мы получаем один только ответ вы сами разберитесь между собой они не могут тронуться потому что шваби это считается тоже земляне естественно мы сами не сможем освободиться из шваби во-первых у шваби конечно больше технологий больше знаний но и самое главное большее количество людей вот мы причем армия понятно что много раз нас превосходящая если даже мы соберем все армии мира все равно настроена на военный манер так вот если бы мы смогли объединиться с швабией для того чтобы убрать во-первых все эти 7111 цивилизаций пользующихся нашими душами и использующих их на головах и вернули бы в ту же швабию то же перевоплощение там его тоже нет вон не предполагает перевоплощение хоть и говорит о перевоплощении но без призна это только слова и если даже там они оставят все свои прибамбасы со своим этим боном то есть имеется ввиду то что там и орги и прочие вещи практикуются но пусть примут перевоплощение а перевоплощение это дрели православия по крайней мере и если у нас это перевоплощение восстановится то в общем то мы уже сразу по определению попадаем в разумные существа потому что мы становимся бессмертными реально бессмертными то что у них используется головах который продлевает им жизнь там на пару сотен лет это не бессмертие но это 200 лет ну 300 но это не тысячи не миллионы и не миллиарды а бессмертие они так и живут если бы мы могли тогда объединиться мы бы пошли по тому же пути какой мы в общем то и предлагали создание коллекционного правительства во главе земли состоящий из разных представителей цивилизации и стран и которые бы уже могли собственно говоря объявить землю с независимой планетой ни от римской империи ни от орионсов ни от сириусиан ни от кого вот но про мир себя в общем то мы смогли разобраться между собой и договориться договориться чтобы в общем то земля бы снова вернула свое процветание как и было во времена рая понятно у нас есть конечно аргумент если на это шваги не пойдет хотя вроде как самостоятельно она зависит от рептилии этой пицинага во всяком случае высшее руководство на такую зависимость имеет у нас еще есть один аргумент я о нем говорил что в принципе смерть человечества ну и в частности смерть жрецов будет пусковым началом конца вообще углеродной формы жизни о чем нам сообщила кремниевая форма жизни еще в 1987 году поэтому у нас в действительности есть только один вариант договариваться это все что касается сегодняшней ситуации по развитию этих событий и мы должны в общем там быть готовыми тому чтобы если швабе решиться на переговоры помочь ей в общем то возвратить перевоплощение и обеспечить ее ну жрецами которые знают святы научат жрецов уже самой швабе сейчас нас подготовила 24 католических священника которые будут готовить население Америки контакту с инопланетянами которые сегодня прибудут к нам уже как освободители от маразматической пандемии ковида и от рабовладения глобалистов которые являются ставленниками шваби большинство из этих ковидников и глобалистов будут расстреляны или посадят из тюрьмы чтобы завоевать доверие землян инопланетяне сделают это а потом уже устроят нам еще больший геноцид как это уже было однажды в истории земли когда высадились хазары тогда тоже внедрили сознание людей плоскую землю и отсутствием планетян и атеизм все признаки неразумности благодаря которым хазары получили право не только грабить ресурсы нашей планеты но и использовать людей как рыбов и скот на энзимы и по своему усмотрению а их души используют на гавах поэтому нам надо проявлять бдительность и разумность и не позволять вновь дурачит себя а подключиться к общечеловеческим читкам треб которые позволили бы предотвратить очередной обман человечества благодарю вас за внимание и по грамот и за и за Продолжение следует...